Ну что, ребяточки, итак, сегодня на разборе у нас лодочка от подписчика, а именно КАСАТК-3. Подожди, а что с хулами вообще надо? А, вот. Кстати, насчёт хулов, Ворон, спасибо. Ой, блядь, Ворон, нахуй. Кот, спасибо, что заметил. Как это не код был? Ну, блядь, похуй, кто это был, блядь, у вас голос один и тоже. Не благодарен. А! Спасибо. Кстати, вообще как бы смешно звучало, но да, действительно так и есть. Я, младший брат кота. Омбудсмен, а почему у тебя снизу в лодке жировая прослойка? Смотрите. Она просто много, много кушала. У тебя двойная броня, что ли, снизу? А ещё вот... Ну, решение, решение больше декоративное. Вот у передней... Подожди, ты, ёбаный, просто говорю. Хорошо. Вот, решение больше декоративное, потому что я, блядь, проебался немножко с размерами, блядь. Если бы не было вот этого второго слоя, да, мне бы пришлось её вообще полностью перекраивать, а мне тогда было очень впадло. Так и запишем. Автор бы впадло доделывать лодку. Это корабль разведки третьего уровня, если вам так понравилось первое и второе касатка, то и третье вас также не разочарует. В дальнейшем я буду просто называть её касатка, чтобы не было путаницы. А перед началом ролика хотел бы поблагодарить всех, кто в нашем дискорд-канале, с кем мы поплавали на этом корабле. Если вы хотите так же, присоединяйте наш дискорд-канал, ссылка в описании. Стоимость касатки 34 тысячи марок, Винтерхальтер 32 тысячи и Ремора 25 тысяч, с которыми сегодня и будет сравниваться эта лодка. Второе. Тут один большой двигатель мощностью 700 единиц и потреблением 2000 киловатт. Третье. Установлен ядерный реактор с выработкой 7 тысяч киловатт, плавление 95, возгорание 20 и потреблением 0,7. Наконец-то в игре потребовалось топливо, которое этот малыш жрёт с усердной периодичностью. Четвёртое. На корабле установлены два спаренных пулемёта, которые вы можете поменять на аванпосте. Сверху справа и на пузе стоят двойные магнитки, одна из которых не меняется. Спереди установлены два торпедных аппарата в виде рельсотронов. Какая же угарная фигня эти рельсотроны. Режим прожектора. Просто выключай прожектора. Ты свет отключил, если что? Автоматически. Блядь. Не знаю, кто это сделал, но я тебя скука не намирую. И пожалуйста, спасибо. Я же у неё сделаю. Задясь, меня не забавили. Я не знаю, что у нас нету этих. Спасибо, удачи. Он типа сдох? Да нет, хорошо. Ничего, нет. Я падну без сознания, блин. Также на дроне установлен пулемёт, который управляется только на дроне. С зонами орудий тоже в порядке. Есть слепые зоны сзади, на носу корабля и на крыше. Если жахнуть, готовимся, готовимся. С правой стороны. Я на рельсе. Они слишком низко. Я опускаюсь, опускаюсь. Они походу падают. Они падают. Я считаю на передней пушке. Они пиздец падают. Но я опускаюсь, я опускаюсь. Уже почти на уровне с ними. Уже почти. 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 Они пандомили где? Они пандомили где? Почти. 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 Ебошь. На. Там в зарядке. Все, 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 все. Поднимаясь, поднимаясь, поднимаясь. Вот все на уровне, на уровне. Ебошь. На, блядь. Там кто-то пух. Все. Все убило. В реактор попал. Залутаем? Ну, конечно. Пятое. На корабле есть две автоматические разрядные катушки сверху и снизу, а за дополнительную защиту отвечает одна труба с одним слотом для сброса глубинных бомб. Сам сброс осуществляется с капитанского терминала. Также тут сразу есть комплект глубинных ядерных бомб, которые я продал на ближайшем ванн-посте, отчего у автора полыхнула жопа. Для хранения патронов используется 30 слотов под патроны. Для снарядов рельсотрона есть 4 полки. По-моему, как-то дохрена для корабля разведки. Седьмое. На корабле располагается 11 стоили водолазных костюмов, один из которых располагается рядом с капитаном. Восьмое. Установленный фабрикатор, деконструктор, связанный с одним большим шкафом. Также есть медфабрикатор и привет герцогу исследовательский терминал. Опять же, для удобства, хотя это лодка третьего уровня, а не как слипнир второго уровня, так что наличие исследовательского терминала в принципе оправдано. Девятое. За объем груза тут отвечает 0 полок. Я сначала думал, что они где-то спрятаны, но нет. Тут вообще нет полок, и максимум это только полки, которые может поставить помощник, ассистент. Так что не удивляйтесь миссиям по 150 марок за перевозку. Десятое. С шкафами нормально 4 больших шкафа, 2 маленьких, хреново гора, очень маленьких шкафчиков. Так что все окей. Одиннадцатая. Скорость движения 26 км в час. Скорость погружения 14 км в час. Скорость всплытия 18 км в час. Набор скорости оптимальный. Управление также оптимальное. Двенадцатая. Двенадцатая оптимизация лодки. Предметов 1955, тенеобразующие лампы 30, вещей на корабле немного, хулы в норме. Тринадцатая. Обшивка корабля состоит из обычной обшивки прочностью 200, стекол нет, нос у корабля прочность 400, хвост прочность 200. Четырнадцать. Пути для бота тут в принципе плюс-минус нормально, и надо бывать небольшие моменты, но несущественно. Теперь перейдем к плюсам и минусам. Первое. Плюсы. Есть 5 кроватей, одна из которых в медкомнате. Второе. Есть дополнительное электропитание из двух батареек. Для питания пушек 6 суперконденсаторов. Третье. Парочка Г-образных коридоров тут нормально. Четвертое. Балластные отсеки и их балансировка. Пятое. Есть сканер минералов. Шестое. Электрощитки на одном уровне и в одном месте. Седьмое. Дизайн классический, как и у второй косатки. Восьмое. Единый балластный отсек с тремя большими насосами и смотровым стеклом сверху. Девятое. Два удобных выхода с корабля. Причем нижний без кнопок. Просто жмешь на люк. Однако, если кто-то хочет войти, а другой выйти, люки начинают открываться и закрываться. Лично мое мнение, нужно их отвязать друг от друга. Верхний шлюз также сделан интересно, с балансировкой давления воды. Десятое. Расписаны все характеристики в стеме, правда нет списка, какие были изменения на лодке. Одиннадцатое. Для управления лодкой требуется от 5 до 8 человека бота. Двенадцатое. Автоматические двери. Тринадцатое. На каждом электрощите есть датчик поломки щита, что очень удобно. Четырнадцатое. Куча дизайнерских свистоперделок по типу кастомного реактора или кастомного терминала капитана. Пятнадцатое. Есть рабочий торговый автомат для покупки мелочевки. Шестнадцатое. Присутствует крайне веселый дрон на двоих человек. О, ебай. Куда он улетел? Ше, не задрозу вы считаете? И она, по идее, тут пассажирская вот такая. Каким дроном управлять, который с ней? У-у-у-у. Аббик этот автомобильничный. Бля. Это автобиль. Бля, какая же охуенная штука. Бля, просто действие. 17 есть перископ у капитана для переключения на четыре камеры 18 и звуковая сигнализация минусы первое нет бесплатные гитары второе нет тюрьмы 3 мобы застревают около верхнего шлюза приходится опускать корабль чтобы облутать трупы 4 большие пустые зоны буфера для меня это все равно минус итак давайте пройдемся по кораблю начнем с рубки капитана тут у нас кастомный терминал на котором мне по сути нужно только информация об остатке топлива тут же стоит терминал для текстовых команд люк сброса глубинки и два перископа один отвечает за камеры вокруг корабля а вот второе это пуск торпед перед кораблем особенно хороши в пвп или миссиях взрыва подлодок но и против большой живности тоже зайдет и 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 внизу под нами располагается мет от секс мет фабрикатором выше него располагается исследовательский терминал Давайте чтобы не скакать, пройдем по этажам. Итак, тут у нас снаряды рельсотрона, которые я также продал. Еще левее комната отдыха с четырьмя кроватями и даже работающим магазином. Под нами располагается единый балластный отсек. Левее шкафчики для нижнего выхода и зарядники аккумуляторов. Субтитры создавал DimaTorzok Еще левее стоит реактор и двигатель. Субтитры создавал DimaTorzok конструктором, а также кислородным генератором. Вернемся и идем наверх и налево. Тут у нас все щиты электрики и дополнительные батареи. Субтитры создавал DimaTorzok Правее уже идет отстрелочная с арсеналом. На стене также присутствует радар, чтобы смотреть откуда готовится нападение. В самом конце у нас идут супер конденсаторы, разбитые отдельно на пушки и на катушки и печальная надпись, кого больше с нами нет в этих заплывах. Пресс F Пресс F Сверху у нас последний шлюз выхода с различными блокировками на ваш вкус. Какой итог я могу подвести по данной лодке? Мы на этом корабле поплавали довольно долго, поплавали по кайфу, минусы конечно же есть, но терпимо, более всего порадовал расход стержней, что лично по мне и так должно быть. Так как лодка третьего уровня, собственно я бы мог посоветовать ее к покупке как альтернативу лодка третьего уровня. Ссылка на лодку будет в описании к видео, также вступайте в наш дискорд канал и если у вас есть вопросы, задавайте, автор вам ответит. Так что ребятушки на этом все, с вами был я Алексей, команда Юниор Продакшен, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и конечно же писать ваши комментарии. Так что всем удачи, пока, до новых встреч.